Доброе утро! АЗЛК – автомобильный завод имени Ленинского комсомола. Сегодня фактически такого предприятия нет. Пройдет еще лет 10, и мы забудем, что это за завод и что он выпускал. А ведь было чем гордиться. История славная, правда сильно подпорченная временами перестроечными и бездарным руководством завода перед его закрытием. Фактически последний ребенок АЗЛК – Москвич 2141-45 по имени Светогор. Можно бесконечно спорить о современности и надежности машины. Но одно очевидно – в середине 90-х он был комфортнее «Жигулей» и доступнее «Волги». Багажник большой, а если сложить заднее сиденье, то он становится еще больше. Но главное – при большой ширине и высоте пол его становится ровным, что позволяет грузить крупногабаритные вещи. Создатели добились этого, повесив запаску под днище автомобиля. Правда, она вечно грязная и тяжело снимается. Очень странное решение для наших широт, где грязные дороги – норма. Но это на скорость не влияет, как и на комфорт в салоне. Перед глазами водителя действительно морально устаревшая приборная панель. Форма, качество пластика, расположение органов управления – все не идеально. Но продуманнее, чем даже на современных «Ладах» 114 или 115. С начала выпуска 41-го в 1986 году и до завершения выпуска, а это конец 90-х, салон не претерпел никаких изменений. Но не это главное. Знаете, а мне за рулем удобно. Места много и спереди, и сзади, и слева, и справа, и над головой. Современные чудо-жигули похвастаться этим не смогут. Еще одним плюсом, выгодно отличающим «Святогор» от советско-российских конкурентов, стал двигатель «Рено». Двухлитровый, 112-сильный. Он в прямом смысле вдохнул вторую жизнь в автомобиль. Нажимаем на газ. Какие «Жигули», какие корейцы! Где они, а где я? Стартует машинка очень задорно. Мощности мотора хватает, чтобы шлифовать асфальт и на второй скорости. Потом, правда, «Москвич» догоняет, но это потом. Переключение скоростей на пятиступенчатой коробке напоминает винтовочный затвор. Тыкаются передачи четко. Кстати, «Москвич» – первая машина в СССР с пятью скоростями. Задние барабанные тормоза. И вообще, москвичевские тормоза очень затейливые. Ты никогда не знаешь, каким боком начнет останавливаться автомобиль. Еще при резком торможении перегруженный передок клюет носом. Конечно, у этого автомобиля очень много недостатков. И все перечислять их просто не хватит времени. Но задумка-то была очень хорошая и на тот момент своевременная и современная. Жаль, что выполнили ее спустя рукава. Продолжение следует...